Всем привет! Это Николай. А это Инна и вы на канале Настолки по-взрослому. И в начале 2023 года мы с Инной решили вспомнить наше давнее увлечение, а именно распаковку настольных игр. Сегодня будем распаковывать новинку от издательства Стиль Жизни Капсулы Времени. Обещают новую механику. Погнали! Итак, срываем термоупаковку, открываем коробку. Все как обычно. Ну давай. Инна любит этим заниматься. Сейчас она что-нибудь тут порежет. Или кого-нибудь. Я прям волнуюсь. Бойся меня. Всегда. Давай. Аккуратненько. Аккуратненько сказал уже. Зачем? В этой коробке нас ждут несколько капсул, которые мы будем завинчивать, складывать туда компоненты, которые к нам придут из мешочка и спустя некоторое время. И с помощью этих компонентов мы будем делать камбушечки. Так. У нас в комплект игры входят, естественно, правила игры, личные планшеты игроков. И что, они все одинаковые? Как скучно. Они все одинаковые, но камбушечки ты будешь делать разные на этих планшетах. Да. Вот такие у нас планшеты. Вот видите, в игре у нас есть и артефакты, и животные, и батареи, и компьютеры, и что только нет. Вот существа даже есть. Вот. А это у нас памятка, во что превращается, как эти камбушечки, из чего можно комбинировать и как проводить. Так. Ну пока Инна увлеченно занимается своим любимым делом. Можем показать... Ну это у нас обычные мешочки. Странно, что они у нас... Я ожидал, что они будут непрозрачные, как видите, да? А? Прозрачные. Ну ладно. Сами капсулы вроде как непрозрачные, поэтому не страшно. Так. У нас здесь есть какая-то колода карт. Инна, на-ка, открой карты, потом успеешь выдавить все остальное. Так. У нас есть маркер раундов, я так понимаю. Есть вот такие космонавты. Да, по легенде игры мы будем исследовать какую-то далекую планету, на которой остались следы какой-то внеземной цивилизации. И вот, соответственно, от этой цивилизации остались наши капсулы времени, которые мы будем пытаться использовать. Вот такие у нас, в общем, космонавты. А вот косяк-косяк. А мне каким играть? Синим или голубеньким? Ну все, капец. Вот кто так делает? Ну почему черный нельзя, фиолетовый нельзя? Ну... Вот чтоб ты страдал, так и сделали. У нас есть хронокристаллы, вроде это так называется правильно. Ну, как обычно у нас наловчилось в игре индустрии делать вот такие пластиковые компоненты. Кстати, очень мне нравятся эти кристаллики всегда во всех играх. У нас есть компуктеры. Вы не поверите, вот эти кубики в игре считаются компуктерами. Ну, вернее как, это часть компуктера, а есть еще жетоны компьютеров. Вот такие кубики. Д6, Д8, Д12. Они как-то по цвету должны быть распределены? Нет, и они, по-моему, должны по цвету рубашек быть распределены, насколько я знаю. Ну, проверь. Да, вот видишь, рубашки разных цветов. Вот по цвету рубашек их лучше распределить. Так, ну и наконец, собственно, сами капсулы времени. Каждый игрока, как вы видите, у нас есть, по-моему, 4 капсулы. А может быть даже и не 4, а больше. Сейчас посмотрим. Нет, по-моему, все-таки 4 капсулы. Вот таким вот образом. Что-то она у меня, кстати, странно. Ну нет, вроде... Вот таким вот образом она завинчивается. И каким-то образом она должна еще и развинчиваться. Сейчас вот не развинчу, и будет смешно. Вот уже, кстати. Как она развинчивается, ребята? Вот, все, развинтилась. Вот, и в эти капсулы мы будем складывать... Что это такое, не знаю. Мы будем складывать наши батареи. Вот такие вот штуки. Мы будем складывать временные разрывы. Будем складывать артефакты. Будем складывать еще что-то. Я уже не помню, если честно. И, соответственно, в чем прикол-то игры. Мы складываем в каждую капсулу какие-то компоненты. Но в каждой капсуле не может быть, по-моему, больше 7 компонентов. И вот из того, что мы сложили, плюс то, что мы держим на руках вот такие вот карточки, которые тоже позволяют нам совершать некие действия. Так вот, ходя по очереди, мы достаем из нашего мешочка, не глядя капсулы... Вообще ни разу не глядя. Да, вообще ни разу не глядя. Достаем капсулу времени, раскручиваем ее. Оттуда достаем компоненты и пытаемся соорудить прикольную камбушку, которая даст нам победные очки. Ну, как вы понимаете, из 7 компонентов это сделать достаточно проблематично. Поэтому в процессе партии мы будем улучшать компоненты. В частности, вот жетон батареи. Вот тут видите, здесь вот единичка. А есть более мощные батареи. На 3 и на 5, по-моему, или на 5 или на 10. Нет, на 3 и на 5, по-моему, батареи имеются. А вот я сейчас прям специально посмотрю. Вот у нас батареи. Да, вот видите, вот как минимум батареи на 5 у нас точно есть. Мы будем улучшать эти компоненты, чтобы в каждый момент времени у нас в капсулах не было больше 7 штук компонентов. Если у нас в капсулы не помещаются те компоненты, которые у нас сейчас на руках, и мы должны в конце хода их повесить обратно в капсулы, то, извините, лишним нам придется сбросить. Механика мне чем-то напоминает, ну, я не знаю, Орлеан, наверное, но какой-то более продвинутый. Если в Орлеане мы просто брали, скажем так, наших, кого мы там брали, как называли, персонажей, и когда мы доставали их из мешочка, пытались просто распределить их по как можно большему числу действий и совершить эти действия с наибольшей эффективностью, то здесь комбушчики все-таки более прокаченные. То есть у нас там и артефакты, и жетоны, и хронокристаллы, и куча всего-всего-всего, в частности батареи и компьютеры, которые, соответственно, можно превращать друг в друга, можно превращать в победные очки и их, соответственно, зарабатывать. И вот кто у нас умудрится провести как можно больше прикольных комп, тот, соответственно, и победил. Комб? Да-да-да. Но в этой игре... Русские звуки великие могу. Да, но в этой игре есть еще один забавный нюанс. Вот эти жетоны временных разрывов даются за то, что некоторые из нас будут сильно зарываться. То есть он провернул супер-пупер-комбо, получил много-много победных очков, но за это ему положен такой вот временной разрыв. Эти... Как пропуск хода. Нет, это не пропуск хода. Эти жетоны сбрасываются только с помощью некоторых артефактов, ну, в общем, достаточно редких событий, которые позволяют эти жетоны сбросить. Так вот, если в конце игры, когда все игроки сыграют 10 раундов и вскроют все капсулы у кого-то из нас или у нескольких игроков, таких жетонов будет больше 6, то эти игроки автоматически проигрывают. То есть теоретически в этой игре может случиться такая ситуация, что проиграют абсолютно все, и победителей не будет. Я считаю, это тоже достаточно забавная механика. Ну, посмотрим, как это будет в деле. В интернете жалуются, что вот эти капсулы, ну, достаточно тяжело их открывать-закрывать, и быстро это надоедает. Ну, не знаю, посмотрим. Вот у меня, кстати, проблема действительно с открытием этих капсул. В общем, вот так вот мы туда накидали какие-то жетоны, да, и закрыли. Затем втянули в мешочек, ну, естественно, туда же втянули все остальные капсулы, там что-то помешали-помешали, не глядь достали, две из них открыли, ну, и, соответственно, комбим то, что у нас получилось в этой капсуле. Да, капсулы действительно очень тяжело открываются, как бы их не поломать. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, наверное, пока что это наиболее полное описание игры, которое я могу дать. То есть, открываем капсулы, пытаемся в эти капсулы положить компоненты, которые дадут нам возможность провернуть комбо в следующие ходы, ну, и, соответственно, следим, чтобы не было много временных разрывов. И набираем победные очки. Так, ну, тем временем, Инна уже почти додавила жетоны, ну, а я пока покажу, вот такое вот у нас игровое поле, двухстороннее. Вот, ну, и, как видите, да, вот если игрок получает победные очки, проходит вот такую отметку, он получает временной разрыв. Если проходит вот такую отметку, то получает либо хронокристалл, либо карты флуктуации. О, я наконец-то, наконец, распакую, вспомню, как эти карты называются. Вот, это карты флуктуации, они держатся на руках игрока, ну, и, соответственно, позволяют ну, как-то модифицировать общее правило, чтобы получить преимущество. Вот, например, разыграв карту флуктуации резонанс биополе, можно в этот ход вводить всех полученных существ в активную зону. вы можете сразу использовать их способности, указанную на темном фоне. Что это значит? Ну, по правилам игры мы свой ход, когда проводим в камбушечке, из запаса берем некие артефакты или существ, и по правилам большую часть этих жетонов мы должны положить в неактивную зону. То есть, из неактивной зоны мы жетоны будем складывать в капсулы, и имеем право использовать, ну, в последующие ходы, когда мы эту капсулу достанем, раскроем. Так вот, если нам карта позволит этих существ сразу гнать в активную зону, то значит, нам не нужно ждать следующих ходов, а можно воспользоваться эффектами этих жетонов уже на этом ходу. Как вы понимаете, камбушечка становится еще более крутой, более сложной, ну и в теории должна принести больше победных очков. Так, ну что, Инна, по всей видимости, справилась с распаковкой всех компонент. Давайте покажу еще жетоны. Да, вот таких вот. артефактов. Вот такие у нас жетоны. Так, ну что, пока ты, я рассказывал, ты выдавливал, что ты можешь сказать о вырубке? Хорошее, нормальное? Пойдет. Пойдет, ну и хорошо. Вот такие у нас жетоны. Ну и, собственно, сейчас за кадром мы, естественно, разложим это все по нашим любимым дип-пакетикам, положим обратно правила, и начнем их изучать. Я надеюсь, в скорости сумеем порадовать наших подписчиков и зрителей новым летсплеем по новой игре. Ну а вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Заходите по ссылкам, которые есть в описании к видео. Не просто, что так мы их там все время размещаем, правильно? Всем интересных партий и удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok